Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Два ребенка, 4,5 года и почти два года. Женщина 38 лет, мужчина 44 года. Есть два ребенка от другого брака. С пылинием детей стали угасать отношения. Да, старались исправить, но итог как итог. Нет сил, по факту мужчина не работает 8 месяцев. По дому помогает по мере возможностей погулять с детьми, пару часов убрать раз в неделю, помочь с детьми в течение дня. Женщина работает удаленно, больше занимается с детьми нон-стоп быть. Как итог, обвинение и усталость. Как выход, уйти, так как одной проще. Нет больше взаимного будущего, общих интересов, только взаимные упреки во всем. Всех примирений хватает ненадолго. Сухой остаток, работа и дети 24 часа. Плюс быть. На море не было 5 лет. Ровно столько старшему ребенку. Мужчина собирается работать, но предупредил, что тогда и помощи с детьми будет полный ноль. Силы и желания есть, только чтобы уйти. Такой вопрос. Ну, на мой взгляд, чисто глобально, здесь проблематика заключается в страхе неопределенности. То есть, на мой взгляд, здесь история про то, что вы боитесь неопределенности, и, соответственно, это вас останавливает от того, чтобы уйти. Ну, такое бывает довольно часто у людей, так или иначе. Поэтому, если вы, например, ну, как-то можете, допустим, признать, что вы действительно боитесь, да, если вы боитесь неопределенности, то с этим можно поработать. Часто это связано с тем, что человек, ну, человек, люди, да, они вот, ну, как бы в данном случае как-то, ну, не доверяют немножко себе, вот, не доверяют немножко своим чувствам, да, своим эмоциям не доверяют, вот, ну, боятся, опять же, например, быть плохими родителями, к примеру, да, быть какими-то, вот, ну, недостойными родителями, вот, и, соответственно, если, соответственно, если это является проблемой, да, вот, именно это, если, если является проблематикой, скажем так, вот, то с этим, с этим, пожалуй, и нужно работать, в первую очередь. Дальше, следующий момент заключается в том, что, ну, вы говорите о некоторых аспектах, да, то есть вы говорите, там, к примеру, о том, что, вот, значит, ну, что вы ссоритесь, да, вы говорите о том, что у вас есть, вот, ну, проблемы в отношениях определенные и так далее, взаимные упреки, упреки есть и так далее, опять же, то есть это вот, на мой взгляд, как-то история про то, что есть конфликт. Вопрос, конечно, заключается в том, да, хотите ли вы этот конфликт решать. То есть, если у людей есть такое вот, ну, условно говоря, взаимное желание решать конфликты, да, вот, если у людей есть взаимное желание, ну, взаимное желание, значит, как-то идти, например, друг другу на встречу, если у людей есть взаимное желание что-то, ну, что-то делать друг для друга, да, то, в принципе, любые отношения, на мой взгляд, можно гармонизировать, это не является, как мне кажется, проблемой. То есть это, ну, правда, это можно. Это можно гармонизировать и, в принципе, не бывает в этом смысле каких-то, ну, неразрешимых, что ли, что ли, проблем, вот, не бывает абсолютно любую проблему, можно решить, и, в принципе, любой конфликт можно разрешить, если у людей есть желание, повторюсь, вот, если у вас такого желания нет, да, если не вы не чувствуете желание идти к вашему мужу на встречу, если не муж не чувствуете, не чувствуете, если муж не чувствуете этого же желания идти навстречу вам, вот, то в таком случае, конечно, имеет смысл, на самом деле, в том, чтобы расстаться, потому что ничего хорошего, что, пожалуй, что не будет, это вот такой момент, который важно, наверное, понимать, вот. Важно понимать и другое, что вы, например, пишете почему-то от третьего лица. Это тоже довольно любопытный, любопытный факт, потому что, ну, когда человек пишет от третьего лица, да, то он как бы, ну, дистанцируется немножко от проблемы, то есть он дистанцируется от самого себя. Как в этом случае, в случае, если вы, вот, поступаете, ну, каким-то вот таким образом, да, то есть если вы дистанцируетесь от самой себя, как в этом случае вы говорите со своим мужем, да, как в этом смысле вы с ним разговариваете, как в этом смысле вы говорите о, например, своих чувствах, да, как в этом смысле вы говорите о том, что вам хочется, как в этом смысле вы говорите о том, что вам нужно, как вот в этом случае вы говорите, как бы, ну, о своих переживаниях и так далее, и так далее. Вот это вот, на мой взгляд, такой очень большой вопрос. Мне кажется, что для начала нужно научиться говорить. Вот это в первую очередь. Для начала нужно научиться разговаривать. Вот, для начала нужно учиться выстраивать контакт. Да, вот, ну, вне зависимости от того, будете вы, как бы, с вашим мужем дальше, или вы не будете с ним дальше, то есть это, на мой взгляд, не так вообще важно, да. Вот, ну, опять же, как мне это видится, на мой взгляд, вот, то есть, вызывать вопросы. Вызывать вопросы то, как вы разговариваете. Вызывает вопросы то, как вы говорите со своим, значит, мужем, да, вызывает вопросы то, как вы об этом, ну, как вы это обсуждаете. Вот, потому что есть ощущение, что, в счет того, что вы, значит, говорите о себе, как бы, от третьего лица, да, вот, вызывает ощущение, вызывает, ну, определенные, скажем так, опасения, да. Этот момент вызывает, вызывает, вызывает. Вот, дальше, вы, совершенно очевидно, переходите на диалог, то есть, на введение, на рассказ от первого лица, да, вот. Вы переходите, ну, условно говоря, вы переходите на повествование первого лица в момент, когда говорите, что не были на море, значит, пять лет. Вот, вот, то есть, ровно столько, сколько вот, ну, сколько лет вашему ребенку. Чувствуется здесь, чувствуется здесь, ощущается, что вы как-то, ну, скажем так, обещаны. И вот, в момент, это очень важно понимать, на мой взгляд, в момент, когда вы переходите, значит, на обиды у вас переключается разговор, переключается повествование на первое лицо. Что свидетельствует, конечно, о том, что вот здесь вы, например, как-то, ну, более искренне, что ли, здесь вы как-то начинаете лучше, может быть, себя чувствовать, здесь вы можете как-то, ну, может быть, как-то лучше себя замечать. И тогда, вот, это очень важный момент, потому что вам необходимо отследить этот переход, переход, то есть, когда вы переходите, вот, об, условно говоря, ну, у третьего лица к первому. Вот, это очень важный момент. Еще один важный момент заключается в том, что вы не задаете вопросу, вам как-будто требуется разрешение. Вот. Вы как-будто бы хотите, чтобы мы вам разрешили. Ну, вот, момент в том, что разрешение вам не нужно. Момент в том, что психологи разрешение давать не могут. Ну, вот, ну, мы помогаем, как-бы, себе разобраться. Вот. Мы помогаем. Мы действительно можем помочь вам себе разобраться. Вот. Но для этого у вас, наверное, должен быть такой вот соответствующий, как-бы, запрос, что я хочу себе разобраться, что я хочу понять, там, грубо говоря, что со мной происходит и так далее. Ну, вот, если такого запроса нет, то, опять же, у нас в этом смысле связаны руки. Если честно, мне показалось, что вы, несмотря ни на что, сохраняете надежду, если честно. А если честно, мне показалось, что вы, несмотря на все проблемы, сохраняете надежду на то, что отношения можно спасти. И здесь, ну, опять же, вы немножечко говорите, конечно, о том, что, ну, вот, что у вас нет общих интересов, да, вы это все, вы это говорите, вы это говорите. Ну, ага, судя по тому, как вы это говорите, говорите вы об этом таким образом, что вот, как-то вот, ну, на мой взгляд, да, становится очевидно, что вы пытаетесь, ну, что вы больше внимания, что ли, уделяете именно отношениям, вот, а не личности. Не личности мужчины, который, например, да, ну, да, ну, рядом с вами, и который, вот, может, для вас, к примеру, что-то, что-то представлять. Не о взаимодействии, то есть, понимаете, в чем дело, быт, быт, не приходит просто так. Быть из всех, я думаю, вы понимаете, но у вас быт вызывает угасание отношений, увядание отношений. У вас быт вызывает вот эту историю о том, что, как бы, ну, что вы чувствуете себя, там, не знаю, покинутой, чтобы чувствуете себя, ну, брошенной, да, ненуженной и так далее. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный, важный момент. То есть, очень важно, чтобы вы на это обратили свое внимание. Понимаете, да? Потому что, потому что, потому что, это произошло, вот, то, что, ну, то, что произошло. Это произошло в результате ваших действий, это произошло в результате ваших каких-то, ну, выборов. Это случилось именно благодаря этим аспектам. И, 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 очень важно, чтобы вы это увидели. Что вы сделали, лично вы, для того, чтобы это произошло. Какой вы внесли вклад в то, чтобы это, ну, чтобы это случилось и так далее. Дело здесь не в том, не в том, чтобы вас обвинять, никто обвинять вас не стремится. Дело здесь именно в том, чтобы понять. И чтобы понять, нам нужна информация. Нам нужна информация о вас. Нам нужно знать, что вы делали, как вы делали, как вы обращались с своими, ну, чувствами, да? Своими переживаниями, своими эмоциями. Нам нужно это знать, чтобы успешно иметь возможность вам помочь. Вот, и чтобы увидеть, да, есть ли перспектива какая-то или нет. Вот, вот, как-то так я бы вам ответил. Смотрите. Вы пишете, начинаете писать про детей. Это означает, что дети для вас, ну, очевидно, играют какую-то, ну, довольно важную роль. То есть, может быть, вы вините детей своих в том, что произошло. Вот, то есть, как-то вот дети здесь у вас на первом месте. И это не случайно. Вот. На втором месте, то, о чем вы говорите, это то, что женщина 38 лет, мужчина 44 лет. Сколько в месте вы ни говорите. Тоже как-то вот очевидно, что, ну, вы от своей личности здесь уходите. Вы пишете, что есть два ребенка от другого брака. Как вы к этому относитесь? С появлением детей отношения стали угасаться, ну, потому что вы начали забивать друг на друга, не проявлять внимания. Ставались исправить. Но, итог как итог. А вот как исправить? Что это значит? Что вы в это вкладываете? Вы пишете, нет сил. А на все эти силы уходят. Мужчина не работает 8 месяцев, потом помогает по мере возможностей. Вы пишете, а как в отношении с тем, что не работает? Женщины работают удаленно, больше занимаются детьми, но в том будет. Ну, так, опять же, а как вы к этому относитесь? Как итог, обвинение усталости. И усталость это ваше, и обвинение это ваш способ обратиться со своими чувствами. Но какими? Как выход уйти, так и к одной проще. То есть вы поняли, что мужчина вас не слышит. Когда вы прямо говорите ему о том, что с вами происходит, о своих переживаниях. Нет больше взаимного будущего, общих интересов и т.д. А куда это все делать? Ну, не могло же оно просто взять и испарить? Только взаимные упреки вас. Опять же, вы обобщаетесь. Смотрите. Смотрите. Вы обобщаетесь. То есть. Что вы делаете? Вы говорите. Ну, по сути. А потом, что? Что-то происходит. С вами обоим. Это хороший, как бы, прием. Да? Это очень неплохой прием. На самом деле. Для бытового разговора. Ну, то есть для разговора вот с кем-то, да. Вот кто является вашим другом, знакомым, может быть. Знакомым, может быть, является. Вот. В этом смысле, да. Но, очень важно понимать, что вы обратились не к просто знакомому. Вы обратились к психологу. А психологи не совсем являются в этом смысле каком-то. Ну, называйте, называйте, как хотите, обычными людьми. Называйте, как хотите, может быть, не такими поверхностными, да. Вот, поэтому я вас спрашиваю о том, я, точнее, пытаюсь показать вам, что, когда вы говорите о том, что у вас в отношениях что-то происходит, да, нам это вообще ни о чем не говорить, а слово совсем. Потому что нам важна ваша сторона. Нам важно, как у вас, конкретно у вас, это происходит. У вас, вследствие чего, возникает усталость. У вас, вследствие чего, возникает, ну, обвинение, да, желание там обвинить и так далее. У вас, только у вас, нас интересуете, нас интересуете, условно говоря, вы, и только вы. Нас в этом смысле не интересует ваш муж даже. Потому что, простите, не он обращается к нам за помощью, а вы, вы обращаетесь к нам за помощью. Это очень важный момент. Поэтому давайте постараемся разобраться, где вы. обходите потихонечку от практики обобщения. Не потому что это плохо. Не потому что это что-то, ну, то, что нельзя делать, да. Не потому что это что-то плохое, обязательно нет. А просто потому что, ну, вы сами можете видеть, как бы, что ни к чему это, вообще-то говоря, не ведет. Абсолютно ни к чему это не ведет. Вообще ни к чему это не ведет. Кроме, 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 да. Кроме какой-то вот вашей, может быть, неудовлетворенности. Кроме, кроме того, что вы недовольны. Кроме того, что вы не получаете того, что вам хочется. И так далее. То есть ни к чему больше это не ведет. И именно поэтому так важно от этого немножечко отстраниться. Именно поэтому так важно это немножечко отслеживать и дополнять. дополнять, дополнять, именно дополнять тем, что вы сами хотите, вот, дополнять тем, что с вами, с самой происходит. Понимаете? Вот этот момент очень и очень важен. И пока этого не будет, пока этого не будет, у вас, в принципе, наверное, любые, вот, любые отношения могут вполне привести к этому. У вас, у вас, у вас есть дети, или в начале отношения все хорошо, а потом вы не справляетесь в этом. Почему? Потому что в быту, в быту, в быту нужно себя проявлять. В быту нужно, как бы сказать, ну, сохранять, что ли, свою идентичность. Если этого не делать, то так или иначе возникают проблемы. И это нормально, если этого не делать. Вы, судя по тому, что вы описываете, вы этого не делаете как раз. И получается в итоге то, что получается. Хорошо это или плохо, мы сейчас об этом не говорим. Кто виноват, мы сейчас об этом так же не говорим. Ну, не имеет это никакого значения. От слова совсем. Гораздо важнее понятия увидеть, как вы к этому приходите. Чтобы это понятие увидеть, нужно ответить на те вопросы. Вопросы, которые я уже вам постарался задать. Идем дальше. Так, всех примирений не хватает на долг, пишите вы. А что такое примирение? Что вы называете примирением? Что вы вкладываете в, ну, вот, слово, слово, ну, слово примирение? Примирение это вообще как? Это когда, примирение это когда вы просто говорите, прости, извини и все. Это не примирение. Примирение это когда люди как-то вот смотрят на то, да, чтобы договориться. Потому что был конфликт. Понятное дело, что в конфликте никто не виноват. Но вы в данном случае обвиняете. Упреки, обвинения, говорите вы. Так вот, в конфликте никто не виноват. Потому что, ну, конфликты бывают у всех, это нормально. Дело немножко в другом. Дело в том, как вы примиряетесь. Вот, вот, элементарно, банально, как вы примиряете? Что вы делаете для того, чтобы примирять? Как вы обращаетесь с тем, что вы, например, опять же, называете примирением? Это все очень важные моменты. Если вы обращаетесь с этим в поверхность, но как-то, то будут проблемы. Естественно, будут проблемы. Потому что с конфликтом и с примирением, что важно, ничего не меняется. Ничего не меняется с конфликтом и примирением только потому, что не было принято какого-то решения. А решение возможно, когда выступают две отдельные стороны. Выступаете ли вы как две отдельные стороны? Упреки и обвинения Это не две отдельные стороны. Нет. Упреки и обвинения Это как раз Такие А, такая, знаете, Попытка, что ли, Скрыться Скрыться от этого всего-всего. Скрыться от себя. Понимаете? Вот Такая Примерная История. Поэтому Поэтому Очень важно Обратить внимание на это. Далее. Сухой остаток работы идите 24 часа. Часа. Печать вы. Ну, конечно, То, как вы описываете, Довольно-таки Все это Печально, грустно и так далее. Но Есть ощущение, Есть такое чувство, Что вы Черезчур Рационально Подходите К Ситуации. А Ситуация не решается. Не решается Ситуация Эмоционально. Ситуация решается Скорее Эмоционально. Чтобы Решить Ситуацию Эмоционально Это Интересно. Нужно подойти К этой ситуации Эмоциям Подходите ли вы К ситуации Эмоциям На мой взгляд Нет. Не подходите. Потому что Вы говорите Про Как раз таки Сухой остаток. И Для меня Как Для Ну, Скажем так Психолога Это является Проблемой. Потому что В этом Очень легко Себя забыть. В этом Очень легко Перестать себя чувствовать. В этом Очень легко Начать себя Упускать. Начать себя Предавать. Начать себя Обесценивать. И делать То же самое С Другим Человеком. Понимаете? Понимаете, да? Вот Поэтому Я И Довольно Много Внимания Этому Уделяю. Хочу, чтобы вы Увидели То, о чем я говорю. Даже если Это вам Кажется Бесполезным. Даже если Это вам кажется Чем-то Смешным И так далее. Вы Действительно Производите По крайней мере Сейчас Впечатление Человека Который Ну, как-то вот Сам, да? Кроме Кроме Быта Ничего Особо Не замечает. Вот. Вы действительно Похожи на Человека Который Как-то вот Ну Так Валерся В Быть В быть И как-то вот Дальше В общем Который Не поднимает. Вот. Поэтому вам нужно Мне кажется Сначала Самой Как-то вот Ну Увидеть Что-то Помимо Быта Вам нужно Сначала Самой Увидеть А что Я вообще Хочу Чего Мне вообще Нужно Чем Я вообще Нуждаюсь Какие У меня Грубо Грубо Говоря Мечты Какие у меня Стремления Какие у меня Ценности Вот А я Эти Ценности Не Придаю Случайно Сама Или Я Жду Как-то Что Мой Муж Будет Делать Что-то Чтобы Они Реализовались Понимаете Нет Конечно Можно Можно Ждать Можно Можно Ждать От Вашего Супруга На самом Деле Того Что Он Возьмет И Начнет Что-то Делать Ну Это Можно Ну а Вдруг Нет А Вдруг Не начнет И Что Тогда Вы Хотите Уйти Я Вас Понимаю На Мой Вгляд Вы Хотите Уйти Больше От Обиды Обида Вас Говорит На данный По крайней Мере Мамент Понимаете Вот На данный Мамент Вас Говорит Обида Обида Плохой Советчик А вот Чувство Возможности Некоторая Внутренняя Свобода Чтобы Ну Чтобы Иметь Возможность Посмотреть На то Например Чего Я Хочу Чтобы Посмотреть Например На то Чего Хочется Вруг Чтобы Чтобы Говорить В конце Концов О том Действительно Есть ли у вас Будущее Или нет Наверное Нужно Сначала Разобраться В себе А иначе Как я Не помню Говорил Или нет Выход Из отношений Не Решит Проблем Он ее Не способен Решить Дальше Идем Вы пишите Значит Так На юге На море Не было 5 лет Мужчина Собирается Работать Но уже Препредел Сюда Помощи Детьми Будет Полный Ноль Силы И желания Есть Так что Быти Вот Странно Получается Вы вроде Б Говорите Что Обнат Не справитесь Детьми Да А В музе Вы все Хотите Я Конечно Не знаю Куда Вы Собираетесь Уходить Но Пока Что Выглядит Все Так Что Вы Не Хотите Не Хотите Например Да Вы Не Хотите Допустим Как То Вот Одна Заниматься Детьми Но Готовы Уйти От Мужа И Ничего Не Изменится Вы Как Были Одна Так Одна Останется Или Вы Рассчитываете На Помощь Сюда Здесь Еще Очень Важный Момент Заключается В том Как Мне Кажется Из Чего Вам Нужна Собственно Говоря Помощь То Что Будет Если Вы Например Помощи Не Получите Например Что Произойдет Тогда То В этом Случае Если Вы Не Получите Помощи Вы Будете Плохой Матерь Вы Не Сможете Дать Своим Детям Того Что Они По Вашему Мнению Заслуживают Что Будет Из Как Будет Недостаточности Что Ли Это Именно Недостаточности Как Будет Одна Сама Я Делаю Недостаточно Чтобы Например Мои дети Были Счастливы Как Поговорите Вы Ну Это Тоже Довольно Важный Момент На мой Вгляд Потому Что Если Вы С детьми Общаетесь Из Чувства Недостаточности Если Вы Со Своим Мужем Общаетесь Из Чувства Недостаточности То Из Чувства Того Что Я Все Делаю Что Недостаточно Я Не Удивлен Что Вы Условно Говоря Как То Вот Ну Пришли К Ростованию Вот Это По сути По сути Это Такое Чувство Вины Получается Ну Чуть ли Чуть ли Не Постоянное Чувство Вины С этим Действительно Очень Тяжело Жить Понятно Что Я Здесь Могу Ошибаться И Понятно Что Может быть Я Много Довольно Принес От Себя Прямо Здесь И Сейчас Поэтому Наверное Все Лучше Было Было С Вами Пообщаться Чтобы Понять Ваша Эта Стория Или Нет На этом Все Буду Благодарен За Обратную Связь По Моему Ответу Это Позволит Вам Начать Работу Над Собой Я Вам Желаю Всего Самого Доброго Удачи Обращайтесь За Помощью Вам Она Пригодится Вы Большая Молодец Что Начали Об этом Говорить Но Теперь Предстоит Следующий Шаг Я Все Продолжение следует...